Добрый вечер, друзья мои телезрители, в эфире программа на связи с муниципальной властью. Мы сейчас в студии ожидаем Андрея Палько, он должен присоединиться к нам позже. А пока хотелось бы поговорить с вами о таком кратком обзоре встреч, тех, которых мы анонсировали в прошлой программе. В частности, почему мы сегодня решили пригласить Андрея Палько и поговорить о нем, собственно с ним, о ЖКХ еще раз. Потому что на всех встречах Александр Сенкевич настоятельно рекомендует и, скажем так, старается убедить людей вступать в СМД. Среди одних из важнейших вопросов, которые задают ему люди, они ему задают вопрос о том, что давайте сначала сделаем дома, на которые мы деньги сдавали, а потом уже, собственно говоря, и начнем, скажем, ну и вот перейдем в СМД. Так вот, в прошлых программах, если вы следите за нашими эфирами, собственно, вы, наверное, знаете, что мы делали несколько программ на тему того, что такое, за что мы платили деньги. И если вы знаете, у нас была программа на тему судов с департаментом ЖКХ на тарифы. Так вот, хочется отметить отдельно, что тарифы в самом-то деле, это, ну, грубо говоря, состояли из, так называемого, поточного ремонта. И этот поточный ремонт не включает в себя ремонты в понятии замена крыш, там, или каких-нибудь глобальных ремонтов. А включает в себя, фактически, это вот приходы электрика, сантехника и так далее. И, собственно, сегодня мы об этом более подробно поговорим, и вы сможете в прямом эфире, вот, по телефонам, которые вы увидите сейчас у себя на экранах, вы увидите, собственно говоря, что... зададите свои вопросы. Здравствуйте, Андрей, очень приятно вас видеть. Мы давно обещали нашим зрителям ответить на душесчипательную тематику ЖКХ, которая всех волнует. Много раз нам звонили как раз на эту тематику, и начали мы вот с чего. Я говорил о том, что многие люди возмущаются тем, что за счет тех тарифов, которые они платили еще до СНД, дома не ремонтировались. Мы с вами уже многократно говорили, что в себя включал тариф. Давайте остановимся вот на каком понятии, чтобы уже еще раз проговорим, что такое поточный ремонт. Что он в себя включает, и что должны люди были в результате этого получить, и получили ли они эти услуги. Для начала статья, как текущий ремонт, появилась в тарифе квартирной оплаты, либо в услуги по содержанию домов в 2008 году. До этого не было такой услуги, не было ни капитального, ни текущего ремонта. Поэтому, если кто-то там пытается спекулировать позициями о том, что 20 или 30 лет дом обслуживаться с жилищно-способными предприятиями ничего не делалось, то такой статьи не было в статье по содержанию домов. Более того. В 2008 году она только появилась, в 2009 году был принятый экономически обоснованный тариф. С 2009 года тариф не пересматривался, вплоть до 2017 года. То есть, ни много, ни мало, порядка 8 лет содержание домов, такая услуга не пересматривалась в целом. И то пожелание и то видение, которое бы мы хотели видеть по статье «Текущий ремонт», к сожалению, в данной ситуации, в подобной ситуации, она где-то снивлировалась. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, при росте минимальных заработных плат, энергоносителей, налогов, необходимо… Калькуляция определенная. Не может быть такого, что если стоит, например, стоит сложить одно, второе, третье, четвертое, получается одна гривна, то когда вот эту одну гривну ты ожидаешь получить и при расчете через какой-то там месяц одно, два, три, четыре складываешь, получается гривна 20, То 20 копеек надо куда-то брать. И, к сожалению, вот самой незащищенной статьей в данной ситуации получился «Текущий ремонт». Несмотря на то, что она получилась самая незащищенная, и за счет нее очень часто перекрывались такие статьи, как заработная плата, либо оплата электрической энергии, либо вывоз твердопытных отходов, либо еще какие-то другие статьи. Все равно люди все-таки в работе выполнялись по текущему ремонту. А вот что такое текущий ремонт? Какой это перечень работ? То есть вот просто большинство там сейчас старается сказать о том, что это ремонтируйте нам крышу, или там сделайте что-то такое глобальное, тотальное. Это относится к текущему ремонту, или это что-то другое? Есть очень такой короткий, прямой документ, который это регламентирует. Есть приказ 100 номер 150 Министерства лично-коммунального хозяйства, в котором прописаны виды работ. Что относится к содержанию, что относится к текущему ремонту, что относится к капитальному ремонту. Вот статья «Текущий ремонт» как раз она регламентируется в соответствии с данным приказом. То есть если ремонт кровли – до 10%, если ремонт водопровода и канализации – до 7%, и так далее и тому подобное. То есть там идет четкая градация. Если, например, в доме 300 километров инженерных коммуникаций водопровода, то 7% – это 70 метров. То есть это имеется в виду от общего объема коммуникаций и так далее. Давайте примем первый звоночек. Добрый вечер, мы в эфире слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Николаевич, вот у меня к вам такой вопрос. Вот если у людей нет денег, у меня трое детей инвалидов. Рядом пришел человек из зоны АТО. Рядом пенсионеры, чернобыльцы. И наш дом, фасад, такая дырка образовалась. А у меня в квартире над этой дыркой проходят газовые приборы. Может случиться беда. И у нас нет чем фасад. Заявление лежит у вас с 2011 года. Адрес, пожалуйста. Он пообещал, когда вы будете, поможете вы нам или нет. Ответьте, пожалуйста. Пожалуйста, скажите свой. Не ложите трубку, адрес скажите. Даля 29. Даля 29. Спасибо. Ну, Андрей Николаевич, готовьтесь. Вопросы будут именно такие, конкретные. По Даля 29 обращались люди неоднократно по этому поводу. Мы-то помогали в ремонте кровли, где-то еще там некоторые вопросы. А вот ремонт фасада, там сумма затрат с тем, что хотят жители дома дома составляет порядка 600 тысяч гривен. Поэтому мы, к сожалению, такие работы выполнить не можем. Локально там были аварийные участки в Гавропе, то мы их устранили. А вот там, к сожалению, не только вопрос к дырке, а вопрос в целом о ремонте фасада. То есть, тогда должен быть комплексный ремонт. В данном случае мы рекомендуем всем, что, во-первых, по поводу ремонтов, помочь, не помочь и как быть. Если недостаточно средств для оплаты услуг, не забывайте об инструменте субсидий и льготы. Где доход людей или, точнее, выплата оплаты за коммунальные услуги составляет выше 10%, такие люди имеют право на получение льгот и субсидий. Необходимо этот инструмент использовать. Вопрос номер два. Там, где необходимо проводить ремонтные работы, есть инструмент – это объединение совладельцев на квартирных домах. На условиях софинансирования даже такие работы, как фасад, можно выполнять в плановом режиме и необходимо в этом деле работать. К сожалению, сделать работы во всем городе и сделать его идеальным, то, что не делалось на протяжении многих лет, потому что мы знаем, что были 90-е, очень тяжело, потом 2000-е. То есть, мы потеряли ни много ни мало, почти 20 лет в проведении плановых текущих ремонтов. И на сегодняшний момент та потребность, которая есть в ремонте, довольно-довольно значительная. Ну, хорошо, давайте мы еще вернемся обязательно. Это, я думаю, не единственный случай. Давайте примем звоночек и продолжим. Добрый вечер в эфире. Слушаем вас. Да, здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, первый вопрос. Занимаетесь ли вы частным сектором? И, в принципе, как же мы отличаемся от жилых девятиэтажных домов? Или вот я, допустим, инвалид по зрению, я в частном доме. Я частный собственник своего двора, и крыша все течет. Я за свои деньги делаю. Стенка ломается, за свои делаю. Ну, поверьте, заработок небольшой, но, получается, я не могу никому обратиться. А наш народ любит сильно жаловаться, вы знаете. То есть я не то, что жалуюсь, но нужно объединяться, нужно со всеми дружить. И я считаю, просто нужно, ну, не всех. Ну, я считаю, всем надо помогать. Но, поверьте мне, в девятажном доме течет крыша, точно так же и моя потечет. Но я ее сам делаю. А у нас народ всех требует, понимаете? Все требуют от вас. То есть, я не знаю, выбирайте самых нужденных, скажем так. Спасибо большое. Собственно говоря, это в продолжении этой темы. В продолжении этой темы очень хороший вопрос. Просто прекрасный вопрос. Почему? Потому что элементарная социальная справедливость. Налоги мы платим все одинаково. Мы работаем одинаково. Почему мы находимся в разных условиях. Более того, есть, например, такое понимание, как строительные кооперативы. Люди, которые строили сами. Платили за это жилье. И сами его содержали. Сами его содержали на протяжении многих лет. И сейчас продолжаю содержать. Почему в разных условиях? И вопросы одинаковые. Потому что так, к сожалению, приучили. Так рассказали, что кто-то должен. К сожалению, та советская идеология говорила о том, что кто-то за вас позаботится. Что кто-то вместо вас сделает ремонт. Что кто-то вместо вас придет и за вас решит проблему. И так далее и тому подобное. Нет. Необходимо изменять вот это понимание, что кто-то придет. Не будет какого-то доброго дядечка, который придет и вместо вас сделает. На сегодняшний момент 96% жилого фонда многоквартирного приватизировано. Вы являетесь собственниками. И ответственность за его содержание действительно находится на вас. Да, сложилось такое обстоятельство, что вот в такой ситуации, в такой идеологии приучили к тому, что кто-то должен. Должен ЖЭК, должен департамент ЖКХ, должна администрация, должен городской голова, должен кабинет министров, должен президент. Нет. Вопросы содержания, вопрос комфортных проживаний в первую очередь это сами жители. Никто из руководства не проходит по подъезду, не рисует его, никто не бьет стекла, кроме тех, кто появляется в этом доме. И здесь надо береть свое жилье и ему помогать. И здесь, в данном случае, та государственная программа по созданию СМД, по поддержке СМД, это как раз выход из того ситуации. Для того, чтобы не говорил житель частного сектора, почему я себе латаю крышу, а почему там кто-то делает. Нет. Здесь должно быть, если есть СМД, если есть собственники, городские власти должны помогать, развивать, поддерживать. То вот самый частный сектор должны помогать, развивать, поддерживать. Потому что в частном секторе помочь наш городских властей какая? Освещение, дорога, вывоз твердобых отходов и водопровод, канализация. Это все маэстральное. Но во двор никто не заходит. И поддержка в тех самых многоквартирных домах должна быть на условиях... Соразмерно приблизительно? Где-то приблизительно соразмерно, то есть вы хотите кровлю, вопросов нету, давайте совместно решать этот вопрос. Часть денег даете вы, часть денег выделяется из городского бюджета. Какие-то первые работы сделали, потом дальше, пожалуйста. У вас есть накопительный фонд, накапливайте, делайте какие-то мелкие работы и так далее и тому подобное. Во всем мире практика существует в таком формате, что сами обслуживают свой дом. Если есть какая-то потребность, идут, получают гранты, получают какие-то есть программы поддержки на развитие и поддержку того или иного фонда. Но такого, что кто-то за вас думает, такого в мире нет. Есть отличная история на тему грантов, но я, если позволите, потом ее расскажу после того, как мы примем звоночек. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Все, что вы говорите правильно, только нужно было об этом говорить 20 лет назад, а не теперь, когда запущены дома. 20 лет назад надо было говорить об этом. Спасибо. Спасибо большое. Я понимаю, это реплика была, крик души. Это реплика, крик души и, к сожалению, вот такие вот крик души очень мы часто слышим и видим. Я хочу еще раз заметить, что, к сожалению, в тот момент, когда произошел развал Союза, действительно надо было говорить сразу. Уважаемые, мы движемся вперед, мы идем в собственники. Понимаете, какая ситуация возникла неправильная? На Западе те самые прибалты, когда они получили право приватизации, что было сделано? Было ценено жилье. Ты хочешь приватизироваться, вопрос вопрос. Ты приватизируешься, есть остаточная стоимость по квартире. Ты приватизируешь, оплачиваешь эту сумму. Эта сумма аккумулируется по твоему дому и идет в ремонт твоего дома. Вы приватизировались, деньги вложены в капитальные ремонты, дальше решайте сами. У нас как получилось. Приватизацию, помните, все 90-е годы, зарплату не выплачивали, инфляция и т.д. Решили сделать доброе дело людям. Приватизацию сделать безвозмездную. То есть, по сути, там было только на оформлении документов. То есть, приватизировать безвозмездно. При этом, не сказали людям, что вы приватизируете безвозмездно, дальше берите ответственность на себя. Это никто не сказал. Прошли 90-е, прошли 2000-е. И только в 2010-х годах начали активно разговаривать о том, что вы же собственники. Ну, кто же будет вместо вас? А 20 лет потеряно? Ну да, ручное управление еще времен Советского Союза. Пока нет звоночков, я прошу еще телефон на экран отдать, потому что тема ЖКХ была очень сильно просима. Была такая очень интересная история с Ярославом Захаренко. Если вы знаете, кто это такой. И многие зрители знают. Он рассказывал о том, как он долго-долго выбивал где-то в Германии грант. В оконцовке получилось, что вообще ничего платить никому не надо было, кроме регистрации. Регистрацию СНД. И, в общем, готовы были немцы приехать по специальной программе, поменять везде всем окна. И, в общем, утеплить дом, сделать энергоаудит. И закончилось это все банально. Люди, которые вставили сами окна, спросили, что у нас тоже поменяют? Да. А кто мне деньги за них вернет? Ну, и как бы на этом СНД закончилось. Собственно говоря, я так понимаю, это не первый случай. И, к сожалению, это не первый случай. И бывают такие вопросы о том, что, как говорится, моя рубашка ближе к телу. И где-то получить какую-то маломайскую выгоду для себя намного, конечно же, ближе к телу, чем есть цельный вопрос по дому. Не думать в отношении того, что, ну, мы же потом в итоге получим все, хорошо, проведут термосанацию, да, проведут энергоаудит. Сделал замену окон в подъездах. Ну, ладно, что я себе сделал. Хорошо, у меня там деньги есть, я себе поменял окна раньше. Я за это время, какие-то два года пожил нормально, с нормальными окнами. Но впоследствии у меня будет термосанация, у меня будет экономия по деньгам за энергоносители. И вот здесь вот этот момент разрушил ту хорошую идею, которую... Давай ответим еще на звоночек. Добрый вечер в эфире, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Да, добрый вечер. А скажите, пожалуйста, меня интересует такой вопрос, стосовно тарифов ЖКХ. Вот известно, что в тариф входит 25% это стоимость освещения подъездов и общественных мест. Это в вашем конкретно доме, правильно? Это конкретно многоэтажный наш дом, да. И вот у меня вопрос такой, почему привязывают наши метры к освещению подъездов? Вот, допустим, у меня квартира 20 квадратных метров, у соседа 10, образно. Но лампочка светит нам одинаково. А платим мы за освещение подъездов по-разному, хотя стоит прибор учета электроэнергии. Спасибо. Очень интересный вопрос. Вопрос очень интересный. В СМД я тоже уверен, что с этим тоже столкнуться, как насчитывать такие вот общие показатели. Ну, вопрос очень интересный, опять же, из темы «Моя рубаха ближе к телу». А если вы проживаете там одни, вы там зарегистрированы одни, но к вам приехали гости, у вас погостили месяц родственники, как тогда рассчитывать? А за этот месяц четверо человек пользовались этим освещением, ходили чаще. А если человек уехал на море, он пользовался этим освещением, но его не пользовался. То есть это вариации из, вот так вот можно крутить, вправо, влево. Поэтому на свой момент законодатель обозначил единую формулу подхода к оценке – это квадратные метры. То есть это законодательный акт? Вот это постановление Кабинета Министра номер 869, которое прописывает, что единицей измерения и исчисления за услугу по содержанию дома является квадратный метр проживания в квартирах. И тогда хоть какая-то более-менее, мне кажется, относительная справедливость есть, потому что таких вопросов можно задавать массу. А вообще, вы знаете, я прошу прощения нашего зрителя чуть-чуть подождать, вы знаете, я когда был в Болгарии, у них очень дорогое электричество. Вот если мы говорим об электричестве, 25% это весомый вклад, как ни крути. Они настолько сами, у них выработалась какая-то внутренняя тяга к экономии, у них везде стоят датчики движения, у них лампочка лишний раз не горит. И может быть просто стоит людям, которые даже там не метры делить, а вот как-то вместе объединяться для того, чтобы экономнее установить какой-то там примитивный датчик движения. Ну это такое дело. Это очень правильное решение и очень правильный подход, потому что 25% тарифы это нормативно. Это никто не придумал. Это нормативно. То есть это в рамках среднестатистических потреблений по дому прописано в этом. По факту там стоит счетчик, который считает сколько конкретно потребил коммунальное освещение, либо потребил лифт. И в зависимости от того, насколько внедрены те или иные энеросбегающие мероприятия, датчик движения, датчик времени, то есть регулятор времени, светодиодное освещение, эту сумму можно уменьшать. И она выйдет в конечном итоге до минимума. В любом случае надо объединяться и стремиться к этому. Это надо инициатива и работа. У нас есть следующий звоночек. Добрый вечер в эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Николаевич, ваш бывший начальник Гайтаржи был еще в 2010 году. Так я понимаю? Вы были у него замом. С 2010 года у меня в квартире до сих пор потоки. Значит, ситуация какова? Вы сейчас стали начальником. Как вы могли взять портфель, если вы мне целое досье отписали за это время? 7 лет прошло. В феврале 10 числа было. Адрес, пожалуйста, можно? А? Адрес ваш. Героев Сталиграда 79А, квартира 72 и 71. Спасибо. Ну, ваши комментарии, как вы могли взять портфель. И, собственно говоря, почему 7 лет, как утверждает человек, это не сделано? Вы помните этот, Дорис? Нет. На слуху у меня нет конкретного адреса. Что касательно портфеля и нерешения тех или иных вопросов, я уже буквально накануне говорил, что порядка 20 лет мы потеряли в производстве и в выполнении тех или иных работ. Следствием чего стало то, что у нас порядка 600 с чем-то окровель нуждалась в срочном капитальном ремонте. При всем желании где-то помочь невозможно, объять необъятное. Например, бюджетный запрос на… Мы когда посчитали, сколько необходимо у нас с первого жилищно-коммунального хозяйства только по линии департамента жилищно-коммунального хозяйства, бюджетный запрос составил 2,5 миллиарда. 2,5 миллиарда – это то, чтобы закрыть. Вот вопросы, которые мужчина задал и, я думаю, многих других горожан интересует – 2,5 миллиарда. При этом выделены нам средства 330 миллионов на текущий год. Можете сравнить… Но общий бюджет Николаева где-то ожидается 2,7 миллиарда, если мне память не изменяет. То есть это фактически бюджет Николаева нужно потратить на сферу ЖКХ и то не факт, что вы все успеете сделать. Это да, но в любом случае, конечно, мы не успеем сделать такой большой объем работы, потому что документальное оформление очень длительное, но факт о том, что 2,5 миллиарда на сегодняшний момент находится. Что касательно кровель, то мы стараемся потихонечку выходить из этой ситуации. Благодаря той самой децентрализации сейчас началось более предметное движение в тех или иных направлениях. Сколько в следующем году у вас запланировано ремонтов? В 2017 году? На 2017 год у нас запланировано 120 кровель в капитальном ремонте. Из 600 нуждающихся порядка? Уже чуть меньше. В прошлом году у нас получилось сделать порядка 130 кровель. В этом году запланировано 120 кровель. То есть, в течение где-то там плюс-минус 5 лет, по идее, все кровли будут. Если с такими темпами пойдем, то я думаю, что в течение 3-4 лет мы как-то выровняем ситуацию. Для себя и для жителей я хочу сказать, что мы видим определенные плюсы той самой децентрализации, потому что если еще 2013 год, 2012 год, 2011 год, то мы выполняли работы не более чем на 50 кровлях. На большее средств не хватало. В прошлом году удалось сделать 130 кровель, несмотря на скомку у нас бюджета. Давайте примем последний звоночек у нас в этой программе, потому что время у нас, к сожалению, не резиновое. Я понимаю, что вас смело можно часа на два оставлять и вопросов будет. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Спасибо вам за эту передачу, что уделили внимание. Жильцы беспокоят вас в Чирина-43 по вопросу крыши. Мы все прекрасно понимаем, что за эти 20 лет очень много проблем появилось в системе жилища коммунального хозяйства, с ремонтом и все остальное. Но тут другой вопрос. Когда видим, что через дорогу Чирина-78 дважды выполнялся на протяжении 25 лет капитальный ремонт крыши, а нашему дому не выделялось внимания. И рушится парапет, камни падают на голову. Вода течет во время дождя до первого этажа по подъездам. В аварийной ситуации щитки, потому что вода вот-вот уже проникнет и туда. Люди спать не могут, потому что через швы течет вода прямо на постель. Нам обещали в 2017 году рассмотреть вопрос планового капитального ремонта. Но буквально сегодня были на приеме и наш дом остается под вопросом. Вы понимаете, руки опускаются. Как можно активизировать жильцов, объяснить им, что государство от нас не отворачивается, что нам помогут. И мы сталкиваемся с чем? Что у разбитого корыта мы опять под вопросом. Столько лет нашему дому, нашей крыше не уделялось внимания. Еще раз адрес. Чирина-43. Чирина-43. Спасибо. И ваш ответ, и мы заканчиваем, потому что время мы уже немного перетягиваем. Чирина-43 находится в плане капитального ремонта. На этот год? На этот год, да. И мы ожидаем, что в этом году вопрос по этому адресу будет решенный. То есть этот адрес входит в число 120 крышек, о которых мы только что говорили. Да. Ну, собственно говоря, на этой позитивной ноте, надеюсь, для жителей этого дома мы и закончим нашу программу. Спасибо, Андрей Николаевич, что пришли сегодня в студию. Спасибо зрителям, что нас смотрели. Телеканал Николаев. С нами всегда интересно. Не переключайтесь. До встречи в следующей среде. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok